Финансовые и имущественные вопросы стали главными на повестке дня очередного заседания районного совета депутатов. Доходы и расходы районного бюджета увеличиваются на 238 миллионов рублей. Доходов станет больше от продажи земельных участков, от поступления на субсидию из бюджета Московской области, на трансферты, которые передаются из бюджета Сергея Упасада. Отдельно озвучили расходы. На проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов военных городков, передных из федеральной собственности на 2,5 миллиона рублей, на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту на 264 тысячи, на софинансирование расходов по строительству общеобразовательной школы на 550 мест в районе Зубачева на 2 миллиона рублей, на софинансирование расходов по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в районе Северной 5 на 103 миллиона рублей. Депутаты утвердили и перечень автодорог местного значения. Эти дороги расположены в разных поселениях Сергея Упасадского района в общем количестве 29 единиц. После принятия решения эти дороги будут включены в муниципальную собственность и внесены в реестр. Депутаты рассмотрели вопрос о проведении публичных слушаний, касающихся градостроительной деятельности района. Дело в том, что положение о проведении публичных слушаний еще в начале года претерпело изменения. Того требовал градостроительный кодекс. Если раньше участвовать в публичных слушаниях по градостроительству могли все желающие, то сейчас только заинтересованные стороны той или иной местности. В конце декабря месяца 2017 года вступили изменения в град-кодекс, как раз в этой части, где более контактизированы процедуры. То есть это положение приводится именно в соответствии с градостроительным кодексом. То есть все вот эти понятия относительно участников публичных слушаний по тем, либо иным вопросам исключительно взяты с федерального законодательства, с градостроительного кодекса. Депутаты проголосовали за изменения, которые требует Федеральный градостроительный кодекс, но дали понять, что недовольны таким подходом к решению вопроса. Ирина Белякова, Антон Каврижных. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!